Всех, кого сегодня собрала встреча, объединяет одно единственное качество – преданность своей профессии. Их называют лидерами, новаторами, идейными вдохновителями и покорителями самых высоких вершин – золотым фондом Брещины. Они строят дома, обеспечивают правопорядок, лечат людей, совершают научные открытия, руководят коллективами, возрождают село. И своим примером доказывают, что сегодня можно успешно работать не только в мегаполисах, столицах, областных центрах, а в районе и деревне. Экономикой области за прошедший год получено более 725 миллионов рублей чистой прибыли. Область лидирует в республике по экспорту сельхозпродукции. Вы профессионалы, добросовестные, ответственные люди с активной гражданской позицией. Золотой фонд не только нашей области, но и нашего государства. Благодаря вашему труду, уму и таланту Брещина динамично развивается и достигает успехов во многих отраслях народного хозяйства. Высокая награда – это не просто констатация факта. Это оценка деятельности тех, кто ежедневную, местами рутинную работу превратил в дело всей своей жизни. Среди городов областного подчинения победителем назван Брест. И, кажется, причин такого результата не счесть. Ведь сегодня город над Богом – это то место, которое вдохновляет. К юбилею Брест подошел с хорошими результатами. Но за каждым успешным делом всегда стоят профессиональные кадры. Первым на сцену поднялся председатель Брестского грузполкома Александр Рогачук. Самая моя большая гордость – то, что нам удалось поднять все слои населения на подготовку города к тысячелетию. Это не какой-то келейный проект, это в целом проект всех горожан. И то, что сегодня в руках мой диплом лучшего города области, я считаю это и заслугой, и авансом на 2019 год. Я как руководитель города, но не так часто получаю дипломы и награды, все больше как-то рабочих моментов. Даже я сегодня волновался, когда из рук губернатора получал эту высокую награду. Среди организаций сферы услуг был отмечен директор Брестводоканала Андрей Пролиско. Задач перед руководителем немало. Одна из основных – глобальная реконструкция очистных сооружений. Она включена в план основных мероприятий по подготовке к тысячелетию. Сегодня международный проект в завершающей стадии. К грандиозному юбилею Брещони получат еще один подарок. Но не только этим. Сегодня гордятся на предприятии. Реконструкция существующих водозаборов сейчас идет. Мы своими силами это все делаем. Перегрузка фильтров, дабы улучшить качество воды. Ну и, естественно, это перекладка сетей. Одна из самых-самых значимых услуг населению – это обеспечение водой и водоотведение. 700 человек добросовестно трудятся на сегодняшний день, обеспечивая наших жителей города Бреста качественной водой, водоотведением. Выполняет огромные поставленные задачи по подготовке нашего города к тысячелетию. Человек года Брещона определен в 15 номинациях. В числе и аграрии, строители, работники промышленности и торговли, врачи, учителя, спортсмены и общественные деятели. Деловой хватки Михаила Белоусова и умению вести за собой большой коллектив позавидовал бы любой. Продукция с маркой «Компа» известна на всех континентах. Предприятие работает на рынке мясоперерабатывающей промышленности 28 лет. Выпускает высокопроизводительное оборудование, на котором впоследствии работают мясокомбинаты и мясоперерабатывающие производства Беларуси и зарубежья. Три года назад мы вошли в тройку лучших мировых производителей самой сложной техники в мире. Две немецкие фермы, одной 66 лет, второй 99 лет. И вот мы с 28-летним стажем попали в тройку ведущих предприятий в мире. Поэтому заказы, проблемы есть, конечно, с заказами, но все равно заказы более-менее обеспечены. Работа расписана на несколько месяцев вперед. В области строительства высоких результатов добилось открытое акционерное общество «Полесье жилстрой», руководит которым Анатолий Петринич. Предприятие – современная, мощная компания, входящая в число лучших строительных организаций. Ее рабочие активно застраивают территории, превращая пустыри в прекрасные санатории, современные жилые дома, коммерческую и торговую недвижимость. Мы приняли участие в переселении людей на западном обходе, построили целую улицу для переселения. Мы работали по западному обходу, мы реконструируем музей Берестия, построили налоговую инспекцию. Ну а сейчас работаем на важнейшем объекте города – это новый автовокзал и реконструкция улицы Орджоникидзе. Вообще на Брещене живут с девизом – сила не в индивидуальности, а в команде единомышленников. Успех каждого – это успех всех – коллектива, города, области и страны.